Здравствуйте, мои дорогие зрители! Наконец-то я дошла до этой новой Зары, магазин МАК. Вообще переживала, что он уже давно открылся, все блогеры побежали, а я не побежала. Думаю, что же я за недоблогер такой? Но думаю, что это и к лучшему, потому что тогда еще было очень мало всего завезено, а сейчас уже появилась летняя коллекция. Давайте посмотрим, что там есть. И это мужской зал, он первый попался на моем пути. И мужская коллекция мне понравилась больше, чем моя женская. Но это не наша история, поэтому давайте все-таки в женский отдел. Я всегда смотрю входную группу. Вот такие вот платья акварельные я увидела. И голубой твидовый костюм с необработанными краями, что относит его к модному направлению гранж. Ну и удешевляет производство. Платье это из 100% висков и стоит 4000. Такая акварель есть в розовом оттенке. 4000 стоят вот такие вот брюки из 100% вискозы. Приятная ткань на ощупь, плотная, не атласная. Нет такого атласного блеска. Потому что это, как видите, плохо. Ну, ткань приятная и такая упругая. К ним висит блузка. Это тоже 100% вискоза, но она полупрозрачная. Такая а-ля крепдышиновая. Пишиновая 3300 стоит. Ну и, конечно, не ко всему она подойдет. Она прям короткая. И 4000 стоят вот такие вот брюки. Райан с вискозой. Но они уже такие блестящие, атласные. В общем, на любой вкус. Цвет красивый. Пижамный стиль, вы знаете, сейчас в моде. Вот костюм такой а-ля пижамный, но в котором можно ходить на улицу. Пиджаки в Мак плохие, честно вам скажу. 6000 полиэстер и вискоза. Это другой пиджак. Получше, поплотнее. Брюки есть из такого плотного материала. Ну, полиэстер, скорее всего. И в базовых расцветках. Бежевый, черный, серый и розовый. Наверное, это уже новая база. В последнее время меня часто спрашивают, что это за блузка. Где ее взять. Моей блузке уже несколько лет. И она шелковая. А в Мак есть вот очень похожая из вискозы. Стоит 3000, молочного цвета, с атласным блеском. Обязательно покажу вам на себе. Еще мне понравилось вот такое поло. Это тоже вискоза 3000. К сожалению, не примерила, но обязательно в следующий раз. Она хорошо впишется в стиль old money. Речь о котором будет чуть позже. За 1300 нужно купить вот такую модную юбку. Я вам показывала в стрит-стайре. Многие сейчас носят. Прямая трикотажная. Кардашьян нам ее подарила. Но я вам не советую покупать здесь. Потому что она мягкая, тонкая, как тряпочка. Столько ресурса было вбухано в шитье этой юбки. Все на выброс. Лен, конечно же, есть в MAC. Вот такая вот жилетка. Но она будет короткая. Поэтому не каждый подойдет. И широкие брюки. Широкие брюки из льна. Летом это хорошо. Стоят они 5000. Но мнутся, конечно. Все-таки не каждый лен одинаково мнется. Здесь мнется сильно. Я вообще предпочитаю лен с вискозой. Но должна вам сказать, что сейчас смятые вещи. Это тренд. Рогов говорит, что он бы еще сильнее все это помял. Есть в бежевом цвете и с пиджаком. Вообще бежевого много в магазине. И оно все отдает в жильтизну. Чтобы вы знали. Тельняшки были и в Заре. Но уже тогда они стоили 2000. Сейчас эта тельняшка стоит 1800. Может быть качество чуть-чуть похуже. Но все равно она достаточно плотная. В общем, я могла бы ее рекомендовать. Пример, каким не должен быть жакет. Он тонкий. И даже пуговицы, видите, висят на нем грустно. И ткань очень тонкая. Вот такое покупать не надо. А здесь ткань плотнее. И пуговица сразу нормально пришита. И ничего не висит. Ну, такая твидовая, модного зеленого цвета ткань. В общем, один из самых таких приличных жакетов. Стоит 8000. Здесь акрил, полиэстер, хлопок, вискоза. И еще один зеленый. Крепового такого материала. Ну, это, конечно же, полиэстер. И изделие немножко другого оттенка. Стоит 7000. Стоит 100% полиэстер. В общем, конечно, если рассматривать масс-маркет, то лучше в лайме. Покупать жакеты. Джинсы. Очень интересные в цветочек. Это вот редко где встретишь. А это что-то типа плиссе. 2600. Полиэстер. Смотрится очень плохо. Тоже такой а-ля пижамный стиль. А это целое платье. Тоже не рекомендую. Рубашка с таким рисунком. Тема не нова. Но мне нравится. Есть в этом какая-то изюминка. 4000 стоит эта рубашка. Они ее предлагают вот с таким голубым мини носить. Я бы, конечно, с таким черно-белым комплектом. Есть еще такие вот рубашки. Достаточно тонкий хлопок. Здесь вот поплотнее. Модного такого яркого синего цвета. 4000. Предыдущая была дешевле. За 2300. Ну, прям такая плотная ткань. Хорошо. Наверное, будет вторым слоем. Покажу, в чем я была одета. На мне серый пиджак, голубая. Рубашка из мужского отдела. Брюки Uniqlo. Много уже им лет. И коричневая обувь. И коричневая сумка. В последнее время я стараюсь одеваться так, чтобы это не выглядело, что я очень сильно постаралась и все ко всему подобрала. Хотя, честно говоря, для меня это такая непростая задача. Но мне кажется, вот в этот раз она сложилась. Также, я думаю, что в этом можно было бы пойти и в офис. Многие из вас, кто интересуется модой, знают, что сейчас в тренде эстетика старых денег или old money, как ее еще называют. И в этом магазине я постаралась собрать комплекты в этом стиле, как это ни странно. Мой комплект, может быть, и можно было бы отнести к этому стилю, но я так не думаю. Давайте буквально минуту я уделю времени, чтобы рассказать вам об этом стиле. Частенько стиль old money путают с офисным стилем. Например, топ-менеджер крупной компании может одеваться и выглядеть дорого, но никакого отношения к старым деньгам не иметь. Это хоть и высокопоставленная, но рабочая лошадка. Когда стилисты говорят нам про стиль old money, нам предлагают купить вещи, похожие на вещи для тенниса, гольфа, яхты и даже верховой езды. Потому что old money – это не про работу, а про расслабленный и даже праздный образ жизни. Эти деньги не заработанные, а полученные по наследству. В отличие от новых денег, старые деньги не демонстрируют свое богатство, не кичатся брендами, не следуют трендам, им уже ничего не нужно никому доказывать. Новые деньги – это люди, которые поднялись из бедных слоев населения и поэтому всячески демонстрируют свое благосостояние брендами, трендами и так далее. В общем, если мы хотим с вами изобразить стиль старых денег, то мы должны производить впечатление человека, который никогда в этой жизни не работал и даже у плиты не стоял. И первый комплект, он как раз такой – светлый, расслабленный, нерабочий. Здесь два вида фактуры – хлопок и такая струящаяся ткань брюк. Брюки стоят 4000, в размере М я их мерила. И это те брюки, которые я вам показывала в самом начале. Они очень длинные, конечно, их нужно бы сделать покороче, но не сильно. Чтобы это не выглядело так, что вы очень заботитесь о том, чтобы их не испачкать. Если вы боитесь, что они соберут пыль с дорог, ну так вы же приходите, переодеваетесь, постель в них не ложитесь. Постирать, опять же, можно. Что касается рубашки, то она даже не застегивается до конца, чтобы, не дай бог, расслабленность не потерять нужную. Такая небрежность в этом есть. Лично мне рукава коротковатые. Здесь широкий манжет, защипы. У нее неплохая такая длина. Ее можно не заправлять. Да, собственно, это не самый хороший вариант, потому что у нее сзади еще есть складка. Она достаточно широкая, свободная. Но, опять же, у нее такая длина, что не съест во многие. Можно закатать чуть-чуть рукава, и это добавит небрежности. Заодно покажет ваши тонкие запястья и украшения. Если будет прохладно на плечи, набрасываем хлопковый светлый джемпер. Эти люди постоянно так делают. Кстати, Ральф Лорен – прекрасный пример эстетики старых денег. Стоит рубашка 2300, хлопок. В размере М я ее мерила. Ну, или же надеть его отдельно, самостоятельно, так сказать. Свитер мне очень понравился. У него хороший цвет, хороший состав. Это вискоза с хлопком. Хорошая цена 3000 в размере М я его мерила. Хорошая длина. Можно вот так вот его не подтыкать. В общем-то, он не съедает ноги. У него длинные рукава, в отличие от рубашки. Прям сильно длинные. Это, кстати, сейчас модно, но не уверена, что удобно и практично. Для тех, кто всегда мучается короткими рукавами, для высоких девушек это спасение. Ну и вот эта молочная вискозная блузка, которую я вам показывала. В зале, здесь я тоже примерила. Конечно, эстетика старых денег требует от нас шелк. Шелк, кашемир, шерсть. Ну, знаете, шелковая рубашка такая будет стоить 1020, а это 3000. А смотрится недешево. Можно, конечно, заправить, но лучше этого не делать, потому что все грехи сразу становятся видны. И карманы тоже. Вот этого показывать лучше не нужно. Хотя, конечно, ноги сразу становятся длиннее. Некоторые пишут, что можно зашить карманы. Не знаю. Лучше бы они, конечно, вообще не делали здесь. Следующие широкие брюки красивого серого цвета, но здесь рубашка на выпуск не годится, потому что здесь такие вот защипы. И это плохо смотрится с рубашкой на выпуск. Нужно заправить. Ну, здесь более плотная ткань и лучше смотрится пояс, как пришит. Нет таких огрехов. Брюки хорошие. Ткань очень легкая. Это прям стопроцентная летняя ткань. И для меня они коротковаты. Клаблук совсем не должен быть виден. Вот так вот должны сидеть широкие брюки, чтобы они хорошо смотрелись. А это вот получается немножко куцевато. Как будто бы ткани либо не хватило, либо я таких обрезала, чтобы, не дай бог, не запачкать. Красивые защипы. Мне это чем-то напомнило вот этот вот образ. Недавно был у меня ролик, посвященный арабской принцессе Дине Абдулазис. И что-то есть, какая-то перекличка. С хлопковым джемпером тоже хорошо смотрится. Кстати, здесь резинка есть, поэтому можно его вот так вот чуть приподнять. Не знаю, правда, насколько долго это будет держаться, потому что резинка достаточно свободная. Смотрите, все это хорошо, расслаблено, не по-рабочему. Хотя, конечно, в какой-то офис в этом тоже можно пойти. Все это, конечно, условности. Брюки стоят 4000, размер М, полиэстер с вискозой. Давайте посмотрим, как смотрятся эти брюки с голубой рубашкой. По цвету отлично. Сочетание прекрасное, голубого и серого, одинаковая яркость. Но на выпуск носить нехорошо, поэтому можно вот так вот подзаправить. В тренде небрежности, ну, это, конечно, на любителя. Больше стало похоже на бомж стайл. Светлые брюки, это, конечно, прекрасное решение для стиля old money. Совсем не по-рабочему смотрится. И вот я вам такие нашла в магазине MAC. Они легкие, струящиеся, при этом не блестящая, не атласная ткань. Хорошо смотрится с голубой рубашкой. И здесь сочетание фактур. Рубашка хлопковая, такая более жесткая фактура. И, конечно, бы я все это носила с коричневыми аксессуарами. Коричневую сумку взяла, коричневую обувь. Все бы это так дорого смотрелось. И эти брюки, они более универсальные, чем предыдущие. Потому что здесь деликатные защипы. И можно носить как на выпуск, так и заправленные вверхам. Здесь получился монохром. Светлые молочные брюки и молочный джемпер. Тоже разные фактуры. И здесь бы я обязательно бы взяла коричневую сумку и коричневую обувь. Чтобы как-то сделать какой-то контраст. Ну и это тоже монохром. Только здесь добавилась блестящая атласная поверхность. Рубашку, которую вы уже видели. И она стоит 2,999. И мерила ее в размере М. Вообще, атласная ткань всегда хорошо работает в комплектах. Здесь вот брюки я вам показываю. Вообще, я, вы знаете, люблю атласные брюки. И мерила уже как-то черные. Я считаю, это хорошим решением заправлять или не заправлять. Ну, можно вот так вот, как раньше нам стилисты советовали, одну полочку заправить. Можно целиком, конечно, заправить. Но, вы знаете, вот что здесь плохо. Это пуговица, которая смотрится как кнопка от пропеллера. И ее, конечно, нужно закрывать ремнем, как минимум. Вот, например, так. Ну, или носить на выпуск. Брюки длинные, на радость высоким девушкам. Мне, конечно, их нужно было бы обрезать. У меня 1,72 метра. Но, как я уже говорила вам раньше, делать это нужно очень аккуратно. В том плане, чтобы не сделать их вот такой вот невнятной длины аккуратненькой. Дабы не запачкать. Мне кажется, лучше уже тогда смотрелось бы, если бы они были совсем укороченные. Чем такая правильная невнятная длина. Мерила их в размере М. Сыдник был оторван. Но я нашла такие же в черном цвете. И стоят они 4 тысячи. В составе модал и полиэстер. На мой взгляд, неплохие. Такие базовые летние брюки. Они подо все подойдут. Для смелых и сильных духом вот такая вот рубашка, в которой собраны все животные принты. Змея, леопард, зебра. Стоит 4 тысячи. Сто процентный хлопок. Можно было бы назвать интересным вот этот жакет. Для любителей такого стиля. 7 тысяч он стоит. Но прям даже под руками неприятно. Что по футболкам в этом магазине. За 700 рублей можно купить футболку. Здесь есть выбор расцветок. Но она такая тоненькая. Будет на Валберис. Можно купить такого качества дешевле, мне кажется. Это уже оверсайз. И они такие яркие. Заметные. Стоят 1300. И 1300 стоят вот такие футболки. И они уже плотнее. Хорошее качество. Очень похоже на Юникло. Но надо смотреть посадку. У меня, например, в магазине Зарина категорически не подходит посадка. Следующий ролик будет оттуда. Я думаю, что многие блогеры показали уже эти рубашки. Джинсовые. Плотный деним. Розовая фурнитура. Такая акцентная. Интересны они тем, что у них совсем нет карманов. Стоит 4000. Микротренд. Джинсы или брюки, завязывающиеся на такой вот шнурок. Здесь хлопок с вискозой. Стоят они 4600. Кто интересовался вот этими моими джинсами, может посмотреть в MAC. 4000 стоит вот такая вот джинсовая куртка. Типа рубашки. Куртка, потому что она все-таки плотная очень. Либо вот такая более светлая. 3600. Оранжевый сейчас это очень модно. Поэтому оранжевого будет много. Можно поярче, можно побледнее. Я бы носила это с голубыми джинсами. Они повесили вот с такими вот горчичными трикотажными брюками. Вот так, конечно, тоже можно. Но с голубым, оранжевый смотрится очень свежо. Можно, конечно, сделать оранжевый монохром и купить вот такие вот джинсы. Они, кстати, очень мягкие. Видно, что это летние. Хотя это стопроцентный хлопок. Стоит 3600. Обычно у нас масс-маркет не разделяет лето и зиму. Всегда у них очень плотные денимы. Здесь он такой мягкий и тонкий джинсы тоже. Джинсы, наверное, я приду как-нибудь по мере. Зара славилась своими джинсами. И мне понравилась вот эта сумка. Редко мне нравятся в масс-маркете сумки. Стоит она 3000. И здесь хлопок и лен. Ткань. В общем, сумка хороша. И для стиля Old Money тоже подходит. Кстати, пишите, как вам этот стиль. Как те комплекты, что я собрала. Не пишите мне, что смотрятся они дешево. А хорошо смотрятся вещи с шелкой, кашемира. И купленные в люксе. Я это и сама знаю. Это капитан очевидность. У каждого свои бюджеты. Поэтому живем исходя из собственных средств. До новых радостных встреч. Всем пока.